Уроки физкультуры в школе номер 7 проходят на асфальтированном внутреннем дворе. Небольшая лестница, которая раньше вела к школьному стадиону, теперь упирается в железный забор. Бывшая спортивная площадка с середины 90-х успела побывать и автостоянкой, и просто заросшим пустырем. Теперь же на ней планируют строительство 17-этажного дома. Наши дети на данный момент занимаются физкультурой на асфальте. То есть у нашей школы нет стадиона оборудованного никакого. К сожалению, наша инициативная группа несколько раз приходила к директору, а директор категорически отказывается брать на баланс стадион, потому что считает, что он упадет тяжелым временем на школу. Но я считаю, что неправильно. Жители близлежащих домов боятся, что строительство высотки может привести к авариям на тепло- и электросетях района. По их словам, до верхних этажей на Енисейской 6 и сейчас не всегда доходит горячая вода, а стены дома как паутинкой покрыты трещинами. Как поведут себя устаревшие коммуникации с появлением нового муравейника, неизвестно. Наши дома находятся наверху и, к сожалению, у нас нет никаких дополнительных путей. То есть у нас тупиковая дорога, одна единственная. Если будет здесь здание высотное, оно закроет нам свет солнечный, дневной. Мы закольцованы. То есть мы от автовокзала до Кирова 32, у нас идет одна узкая дорога. И даже если расширят внутри микрорайона нагрузка на основную дорогу, она просто будет еще более колоссальной. Собственник земли, компания «Система» рисует местным жителям довольно радужные перспективы. Дескать, и солнце они не заслонят, и шуметь особо не будут. Владелец компании Сергей Вахнин обещает, перед строительством будут проведены геологические и геодезические испытания. Проверят все коммуникации. Таким образом, новое строительство отдаст возможность модернизации инженерных сетей на том участке, где идет это строительство. И, соответственно, застройщик делает ту работу, которую горожане не видят. Мы всегда стараемся идти навстречу адекватным пожеланиям жильцов. Мы готовы за свой счет благоустроить территорию не только своего участка, но и соседних территорий. Построить площадку и спортивные сооружения для школьников. Выполнит ли застройщик свои обещания, покажет время. А пока очевидно, что судьба бывшего школьного стадиона и беспокойство горожан за возможное разрушение их дома местные власти игнорируют. Марина Зубко, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.